Это все, что касается формы, а вот содержательную часть, то есть контент мемориального комплекса «Гордость, честь и слава» Самарской области обсудили сегодня с общественностью и архитекторами представителей регионального правительства. Виталий Портнов подробнее. Вся история Самарской области в датах, событиях, а самое главное в людях, будет отражена в нишах мемориала «Гордость, честь и слава». Всего их 23 уже почти готовы. Например, в этой названы имена почетных граждан региона. Не исключено, что здесь появятся барельефы тех людей, которые внесли особый вклад в становление и развитие Самарской области. С пророчества святителя Алексея до современности подвиги героев войн, ветеранов труда, здесь же будут отражены достижения в космической, автомобильной, нефтяной промышленности и сельском хозяйстве. Здесь представлены не только начальники, чиновники, губернаторы, воеводы, но и люди различных профессий. Здесь и ученые, и общественные деятели, и строители, и архитекторы, и писатели, художники. То есть достаточно большой пласт людей. Планируются барельефы известных людей, героев. Я предложил какие-то, может быть, тематические сделать, рельефы над каждой нишей, чтобы потом уже осветить полностью и фамилии, и барельефы тех, кто именно заслужил. Чьи барельефы и портреты будут в каждой нише – вопрос пока открытый. Он и стал основной темой для обсуждения на заседании представителей власти и общественности. Должны все равно пройти какое-то время, и мы должны с вами достичь понимания того, что действительно в гражданской войне не было героев, и все по большому счету были людьми достаточно пострадавшими. Мы считаем, что, например, на сегодняшний момент недостаточно серьезно отражена роль Куйбышевской области, именно как региона, в которой была сконцентрирована в годы Великой Отечественной войны такая отрасль, как связь. Предложений было высказано много. Каждая будет рассмотрена отдельно и представлена губернатору. Ему принадлежит идея увековечить историю развития региона. Та информация, которая будет размещена, она, конечно же, будет работать не только на жителей нашего региона, но что очень важно, потому что важно знать свою историю. Я думаю, что для многих, особенно молодых людей, многое, что появится в этих нишах, расположенных, будет тоже являться очень новым, да, и, наверное, породит и интерес к своей истории. На обсуждение по содержательной части мемориала не так много времени. Участники совещания отметили, чем быстрее будет утвержден контент, тем быстрее начнется творческая работа скульпторов и дизайнеров. По каждой отдельной нише будет проведен специальный конкурс. Это тоже будет очень сложная и очень объемная работа. И она, в общем, будет достаточно нетривиальной, потому что содержание не простое, оно в разных нишах, ну, скажем так, разнохарактерное. Все это нужно суметь связать в единую систему визуальную, да, там и скульптурная работа требуется, и дизайнерская работа требуется. Затем останется только благоустройство территории, оформление подсветки, установка биноклей на смотровой площадке. Все работы по оформлению мемориала «Гордость, честь и слава» должны завершиться в чемпионату мира по футболу. Виталий Портнов, Александр Дудко, Новости губернии.